Друзья, всем привет! С вами канал Гранд Экзем. Меня зовут Арсений Филин. На этом канале мы с вами обычно говорим обо всем, что связано с ЕГЭ, с поступлением в ВУЗ. Если эта тема вам интересна, обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на ВК, на Телеграм. Там новости появляются быстрее. Ну а у нас сегодня с вами новостной выпуск. Тем более, что новостей набралось. И касательно экзаменов, и касательно поступления, и от Минобра, и от Минпросвещения тоже. Начнем давайте с вами с поступления. Точнее, с законодательства. С правил, по которым студенты зачисляются в ВУЗы. Стабильности в этой сфере, мне кажется, очевидно, не хватает. То есть, если раньше у нас с вами правила поступления менялись там раз в пять, в шесть лет, потом, во время вирусов всяких, каждый год были какие-то новые правила, новые особенности, то сейчас мы с вами вышли просто на какой-то новый уровень. Правила поступления меняются по несколько раз в месяц. Лишний повод, кстати, где-нибудь на нас подписаться, если скоро планируете поступать. Меняются правила в последнее время в сфере льгот. Сначала, в середине февраля где-то, мы с вами говорили, что гражданам новопризнанных Россией государств, теперь уже, ЛНР и ДНР, будет разрешено поступать в ВУЗы, в российские ВУЗы, на чуть более привилегированных основаниях, чем гражданам из России. Ребятам из вот этих новых государств, отделенных от Украины областей, признанных Россией независимыми, можно будет не сдавать ЕГЭ, а им можно будет поступать в российские ВУЗы по результатам внутренних ВУЗовских испытаний, внутренних ВУЗовских экзаменов. Оно, в принципе, и понятно, потому что теперь, с точки зрения России, эти ребята, это поступающие из соседнего иностранного государства. Как, например, граждане Казахстана или граждане Республики Беларусь, они тоже имеют право не сдавать ЕГЭ, а поступать по внутреннему. Кстати, вот немногие задумываются, что вот эта вот возможность давать внутренние испытания, казалось бы, вместо ЕГЭ, на самом деле не вместо ЕГЭ, и на самом деле она дает ребятам из вот этих отделившихся от Украины регионов вторую попытку. То есть они могут сдать ЕГЭ, могут сдать еще и внутренний ВУЗовский экзамен, и уже с наилучшим результатом идти в ВУЗ. Я думаю, многие бы здесь хотели получить вторую попытку, и вот у граждан ДНР и ЛНР, у граждан иностранных государств, и еще у некоторых категорий, типа там тех, кто по особой квоте поступает, иногда когда после колледжа, у них есть такая вот возможность сдать и ЕГЭ, и сдать еще внутренний экзамен, и уже с наилучшим результатом идти в ВУЗ. А потом началось то, что нельзя называть. И мы с вами увидели льготы уже для детей военнослужащих. Была введена новая, так называемая, специальная квота. 10% для детей, участников вот этой вот спецоперации. Детям погибших и раненых объявили дополнительные льготы, там вплоть до поступления в любой ВУЗ вообще без экзаменов. Изменения на самом деле довольно серьезные. Вот все время, которое мы наблюдаем за процессом поступления, все время, которое мы вам здесь о нем рассказываем, было только две квоты. Была квота для целевиков, и была квота для ребят с инвалидностью, условно говоря, особая квота. А тут еще одна, еще одна квота 10%. Работать эти изменения будут уже в этом году. Ну, а дополнительные бюджетные места в этом году, конечно же, уже никто дополнительно не добавит. Вот, кстати, посмотрите на ситуацию с бюджетными местами в первом питерском меде имени Павлова. Там 440 бюджетных мест. Из них, смотрите, 347 отдают целевикам. Оно и понятно, у медиков всегда. Да, огромный процент отдается целевикам в последнее время. По 45 мест на особую квоту, и вот на эту нашу новую специальную квоту, которая здесь уже учтена. А просто на бюджет, безо всяких квот, смогут поступить только 3 человека из потока вот в эти 440 будущих студентов. Думаю, что эти трое будут тоже непростыми какими-нибудь олимпиадниками. Возрастет ли конкуренция для обычных абитуриентов из-за таких вот еженедельно почти появляющихся каких-то новых льгот? Наверное, возрастет. Не знаю, существенно ли. И, скорее всего, если возрастет, то в топовые вузы. Но куда в большей степени, мне кажется, конкуренция возрастет не из-за этих льгот, а из-за тех ребят, которые планировали уехать учиться за границу, а теперь, по понятным причинам, передумали. Приключение под названием «поступить за границу» сейчас уже не выглядит таким легким и приятным, как раньше. Но на самом деле нельзя и сказать, что все потеряно. Вот, например, чешские чиновники от образования, они признают, что спрос на чешское высшее образование со стороны граждан России и Беларуси остается высоким, и пытаются эти чиновники как-то решать визовый вопрос для абитуриентов. Если вы задумывались уже о поступлении в вузы Чехии и Словакии, обратите внимание на школу чешского и словацкого языков Вултава. Вултава готовит к поступлению в лучшие вузы Чехии и Словакии без выезда из родного города, полностью онлайн. Студент оканчивает общеобразовательную школу в России и параллельно после обеда занимается онлайн, готовится к поступлению. Благодаря такому подходу можно поступить в вуз сразу после окончания общеобразовательной школы, без потери года в Чехии и Словакии на годовом языковом курсе. Это не только экономит вам год жизни, но еще и около 5-6 тысяч евро, которые уходят на бытовые расходы на этот языковой год в стране. На оплату общежития, на оплату медицинской страховки и так далее. Кроме этого, Вултава помогает с оформлением длительной визы, с подбором общежития и в договоре прописывает гарантии поступления на бюджет. А 1 июня Вултава проводит большую бесплатную онлайн-встречу о поступлении в условиях новых санкций и ограничений, которую я вам рекомендую посетить. На встрече вы сможете понять алгоритм поступления в Чехию или Словакию на бюджет и узнать новости о получении студенческих виз для граждан России и Беларуси. Прямо сейчас регистрируйтесь на вебинар по ссылкам в описании и вы сразу же получите полезный чек-лист «Как поступить в чешский или словацкий вуз на бюджет». Будьте в курсе последних визовых новостей Чехии и Словакии, касающихся россиян. И вот на этой неделе появилась еще одна новость касательно льгот. Так же, как и для детей погибших военнослужащих, так же, как и для ребят с инвалидностью и прочее, детей-врачей, погибших во время борьбы с вирусом, помните, такой был у нас, предлагают тоже наделить особыми правами на поступление. Иными словами, дать вот этим детям погибших врачей возможность поступать не в общем конкурсе вместе со всеми, а в рамках квоты. В пояснительной записке к этой инициативе отмечается, что уже сейчас установлена смерть 1100 медицинских работников от вот этого нового вируса. Причем у них на иждивении находилось 333 несовершеннолетних ребенка. Это пока только законопроект, он пока только внесен в Госдуму, и, наверное, его ждет более сложный и тернистый путь, чем поправки про детей военных. Но тем не менее он внесен. И я прямо чувствую, как кто-то уже вот начал писать в комменты, типа, ну и что здесь неправильного, и что здесь плохого? А я где-то сказал, что это плохо или неправильно. Это сложно. Поправок, особенностей, квот, нюансов, вот этого всего, его становится очень много. И правила поступления, они меняются по несколько раз в год. Так верните нам вторую волну поступления, чтобы абитуриентов, которые неверно рассчитали свою стратегию, которые не смогли предугадать намерения конкурентов и оказались выкинутыми из списков в последний момент, чтобы вот у этих абитуриентов был второй шанс поступить. Поступить в ВУЗ попроще. Ведь вы, господа из министерства, вы говорили нам, что вторую волну отменяют, так как она слишком сложна для понимания. Ничего. Мы вот как-то сейчас успеваем следить за всеми этими новыми квотами, льготами, особенностями, и уж как-нибудь с осознанием второй волны, которая раньше давала шанс, второй шанс на поступление, тоже уж как-нибудь разберемся. Для другим новостям. У нас с вами совсем чуть-чуть времени осталось до ЕГЭ. ОГЭ уже начался. И начался, надо сказать, не без приключений. Я об эвакуациях школ, заложенных сообщений о минировании. СМИ пишут, по крайней мере, о нескольких случаях в Карелии и во Владимире. Если про Карелию они говорят что-то вроде, что успели проверить здание до начала экзамена, все прошло штатно, то во Владимире, как я понимаю, экзамен был все-таки сорван. Надо сказать, что мне на протяжении всего года писали школьники, у которых как-то слишком часто эвакуировали школы. И в последние пару недель мне тоже написал несколько человек, в частности, вот мама выпускника, и интересуется, что же будет, если во время ЕГЭ будет такой вот ложный вызов и эвакуация. Понять на самом деле, мне кажется, это несложно. Давайте представим, что вот посреди экзамена вас всех выводят толпой куда-то на улицу, где вы можете общаться между собой, где больше возможностей, надо быть телефоном, залезть в интернет, и вот эвакуация закончилась. Что дальше? Завести вас в аудиторию, сказать, дети, садитесь, продолжайте писать экзамен, время экзамена мы для вас продлили. Так что ли? Звучит так себе. Не, у нас, конечно, всякое бывало. Был случай в Норильске пару лет назад, когда детей неправильно изначально рассадили, потом вывели толпой в коридор, потом вернули писать экзамен, причем на чужих бланках, то есть заставили дописывать экзамен в работах других выпускников. Но это ненормально, это всем более-менее ясно. Поэтому реалистичный вариант, по-моему, в случае вот такой эвакуации, аннулировать всем экзамен и отправлять абитуриентов на пересдачу в резервный день. Ну, а если все же запустят в такой ситуации дописывать экзамен, то любой сдающий может после ЕГЭ, не выходя за пределы пункта проведения экзамена, за пределы здания, подать апелляцию о нарушении процедуры проведения экзамена и все равно тогда всем выпускникам в этом пункте аннулируют работу и отправят на пересдачу в резерв. И тут не имеет смысла как-то вот возмущаться, там говорить, что это не честно, мы же не виноваты, что вот такая ситуация, за что у нас в резерв, что мы такого сделали, за что нам аннулируют экзамен. Вот смотрите, в прошлом, когда бланки ЕГЭшные распечатывались в типографиях и привозились в пункты проведения экзамена в коробках, мы видели случаи, когда бланков не хватало. То есть сидит какая-нибудь отличница, пишет там сочинение, просит третий лист для своего шикарного сочинения, а дополнительного листа акта и нет. Все, закончились. Что делали в таких ситуациях? Аннулировали выпускнику работу и добро пожаловать на пересдачу в резерв. То есть аннулирование работы и пересдача это не то, чтобы какое-то наказание за то, что вы там что-то не так сделали. Это мера на случай, если что-то пошло не так. В том числе, если что-то пошло не так по вине организаторов или каких-то третьих лиц. Так что, возвращаясь к ситуации с сложными минированиями, аннулирование, мне кажется, наиболее вероятным решением, если такое, не дай бог, произойдет. Хотя, возможно, мы увидим какие-то специальные инструкции на этот счет от Рособорнадзора, потому что опасность такая, мне кажется, есть. Потому что на УГЭ это уже происходит сейчас. Кстати, раз уж мы про ЕГЭ с вами заговорили, подъехали новые чудесные опросы по поводу ЕГЭ. Это уже который опрос за год со схожими цифрами. На этот раз этот опрос от ВЦИОМ. 79% внимания. Учителей высказались за отмену ЕГЭ. 79% учителей за отмену ЕГЭ. Представьте себе. Но на самом деле не за отмену ЕГЭ совсем, а за отмену ЕГЭ для тех, кто не собирается поступать в ВУЗы. При этом интересно, что за отмену ЕГЭ по базовой математике высказалось там намного меньше. 56% вот этих учителей сказали, что надо отменить базовую математику. Хотя, казалось бы, это звенья одной цепи. Базовая математика нужна только для получения аттестата. Ни один ВУЗ ее не учитывает, как вот экзамен при поступлении. Так что тут логика мне совсем не очень понятна, почему там 79, тут 56. Но в целом о том, чтобы отвязать ЕГЭ от школы, чтобы оставить его только для поступающих в ВУЗы, речь уже об этом заходит не первый раз. И я чего-то ужасного в этом не вижу. Особенно если это еще позволит почаще устроить пересдачи для тех, кто недоволен своим баллом. Так бы вот с этими пересдачами мы могли бы решить основную проблему ЕГЭ. Проблему с диким стрессом перед этим ЕГЭ, когда вот экзамен мы с вами воспринимаем как какой-то единственный шанс бесправо на пересдачу. Ну и, наверное, последнее на сегодня. На днях тут министр просвещения, Сергей Кравцов, заявил, что согласно новому проекту орфографии русского языка, слово «Бог» требует написания заглавной буквы. Я так понимаю, что проекты на ЕГЭ по-русскому это пока учитываться не будет, но тем не менее, что тут можно сказать? Решение уровня «Бог». На этом все. Огромной удачи вам в поступлении. Подписывайтесь тут, подписывайтесь на ВК, подписывайтесь на Телеграм. Не переживайте вы так сильно, пожалуйста, из-за этого ЕГЭ. Все будет хорошо. С вами был Филин. Всем пока.